И я рассчитываю, что хотя бы на оверпассе мы увидим борьбу, потому что видеть уже третью карту, которая будет с переменным успехом идти в одну сторону, не хотелось бы. Ну да, все-таки хочется там раунд за раунд какой-нибудь, но даже не раунд за раунд, хочется там, ведь да, там будут какие-то 3-0, там потом полноценный 2-8 раунд, уже там и с АВП, и поборется на равных уже команда, потому что если будет раунд за раунд, там форс на форс, будет тоже не очень-то и как-то комфортно наблюдать. Ну, смотря кто, как будет сэвить, да, то есть, например, раунд за раунд, но при этом защита будет сэвить время от времени, то можно будет еще посмотреть. Ну да, в всяком случае, сейчас ждем включения Space Soldiers на этой карте, безусловно, потому что хотелось бы видеть их и по стрельбе, и, не знаю, как будто там глубокая ночь у них, либо еще что-то, но карту кэш, не знаю, что там произошло с ними, просто полный дизастер какой-то. Да, выглядели они там абсолютно невнятно, а отлично, например, вчера, например, ну не сказать, что они вот прям круто играли, но при этом они играли, сегодня они не играли, сегодня они проигрывали. Ну, инферно они сыграли, но дальше все, дальше как будто пыл полубавился, думаю, что все, мы их изи раскатаем, возможно, на карте до кэш, и оказалось не изи ни разу вообще. Два раунда проиграли из-за таймера, причем они не сейвили, они пытались выиграть раунд, но таймер кончился. Один раунд они пытались поставить паузу, в итоге не успели ее поставить во время фристайма, там 20 секунд, там с какой скоростью нужно, у меня мама быстрее пропишет паузу, чем сделали космические солдаты. Ну, да, тут, конечно, много нюансов, можно долго вообще обращать внимание на предыдущую карту, но главное теперь уже про нее забыть и думать о оверпассе, о том, что будет здесь происходить, потому что здесь, в принципе, карта Деседер довольно-таки удобная для обоих коллективов, в свою очередь, значит, она должна быть. Да, если ты не вычеркиваешь ее во второй даже раз, когда тебе дают вторую возможность, то, соответственно, должен рассчитывать на то, что ты должен ее уметь играть. Редко такое бывает, что ты в итоге оставляешь просто карту, которую, ну, может быть, твой соперник не успеет подготовить, но здесь рассчитывать против Хаву явно Спейс Солдатах так не могли, потому что Хаву эту карту играют. Так что посмотрим, надеюсь, хоть что-то здесь они подготовили, в первую очередь, надеюсь, что мы увидим, как они начнут за атаку. Я говорю, в первую очередь, о космических солдатах, потому что в атаке Хаву я не сомневаюсь, что, несмотря на то, что она может быть здесь и не на высоте, но она всяко готова. Но вот интересно посмотреть, Спейс Солджерс, когда вообще они готовы сегодня начинать, потому что включились на карте Деймферно, дальше просто их не было. Ну и вот все, поехали, на живой раунд. Да, и что интересно, кстати, если немножко вперед уже заглядывать, то есть по группе Д, допустим, что у нас на этих квалификациях будет, там очень нестабильные, я думаю, и непредсказуемые матчи будут оборачиваться, потому что там Эпсилон, ЛДЛС, Вегас Квадрон и Аго. Ну, я думаю, все считают фаворитов Аго в целом, ну, я, по крайней мере, свое предпочтение думаю, хотя кто-то и ЛДЛС, наверное, тоже, почему бы и нет. Ребята вполне себе опытные, вполне себе играют на два фронта, постоянно на два эшелона. Но при этом любая из четырех команд, в принципе, может выйти и с первого места, и проиграть на последнем, это мы тоже прекрасно понимаем, потому что, ну, вот, из всех групп они самые равные. Да, и Вегасу вообще тоже победителями Китая недавно приехали, что стоит отметить. Победителями Китая звучит-то как. Да, обыграли весь Китай, но, правда, четыре команды, одна только лишь была ее там из Китая. Но то, что, знаешь, выиграть 2-0 Вичи Гейминг, это стоит. А в первый раз они с ними как сыграли? Проиграли 2-0. Ну, вот видишь. Ну, это, причем, вот, день разницы в матчах. День. Что самое интересное, за день они полностью изменили свою игру. Ну, может быть, Вичи Гейминг просто, обрадовавшись тому, что они бы играли Вегу, пошли хорошо отдохнуть. А там даже по игре не Вичи Гейминг, а там Вега очень свободно пыталась, старалась играть, ну, позволяла себе абсолютно все. А Вичи Гейминг, ну, зажимались, и все, не могли ничего сделать. Повезло тебе, рано встал матчи, посмотрел КС, я вот не могу так рано вставать. Повезло. Ну, да. В Китае, конечно, такой специфичный регион. Ну, ладно, здесь уже, в принципе, у нас пошел первый пистолетный раунд. Хао в защите, спецсолдерс в атаке, то, о чем ты говорил, в принципе, космический солдат. Солдат хотелось бы посмотреть именно, как они будут за атаку отыгрывать. Да, Хао на живой раунд выиграли, решили не рисковать, начали именно за защиту. Ну, и здесь Алексей Би уже начекал двоих, соответственно, отошел, дал информацию тиммейтам, но вот перетяжку никакую не спровоцировал, это, в принципе, потому что здесь на полупозиции все время находился Сергей. Так, Алексей Би там на пропрыжки, Керн уже спалил тут движ под монстром, там три соперника пытались ему по ногам попасть, попали и пол-хп снесли. Ну, и выход на б-плент, очевидно, нас будет ожидать. Пара флешек, смок есть, Сентарес. Все так же с дикоем, видимо, это как брелок у него на удачу, потому что так он его не выкидывает ни в одном раунде. Так, выход смок... Оооо, Керн, какой хэншот, просто получает от Энджина. Вот и дальше уже здесь только лично граффити Ксарта остается, его зажимает уже с трех стволов, хелпы не дождались, хелпу пас должен был закрывать, дэмэдж под корпусу только дал, и то лайтовый совсем. Да, и вот теперь в меньшинстве уже Space Soldiers, три безответных фрага по себе получили, но хорошая позиция была у Энджина, он ее реализовал по одному, по второму уже не удалось, ну и Сентарес один. Давай, посмотрим, поможет ли тебе твой брелок дикой? Сентарес... Ой-ой-ой, по голове я получил два хп, осталось тут все, только в тело, может, погибнет, но противник с левой стороны не ожидал этого видеть Сентарес. Ну и все, и раунд уже за хау в защите. Брелок дикой? Я не понимаю, зачем он его покупает, он его не кидает даже, то есть это даже не тот вариант, когда на матчмейкинге пол твоей команды покупают на пистолетке дикой и выкидывают их в начале раунда куда-нибудь, просто потому что 50 долларов есть. Нет, он просто с ним бегает, каждую пистолетку до самого конца, поэтому я говорю, это может быть брелок на удачу у него такой? Ну, видимо, уже нет. А, кстати говоря, он ни разу пистолетке фрага не давал, ну вот сейчас только, разве что. Да, да, сейчас. Ну, в итоге раунд за хау, значит, за ними экономика, есть ФАМАС, есть два кольта, ну и, соответственно, фармганчики также поступают в попытке раздобыть денег, разжиться финансами, ну и установив бомбу, Space Soldiers сейчас, ну, поэкономик, постараются все-таки установить ее еще разок, а там уже комфортный бай будет на третьем раунде. Так, пошла уже длина в ходу, там два игрока Space Soldiers начинают продвигаться, но там пропрыгивает Алексиби и он спалит соперников, если они покажутся там. Так, ну, здесь Сергей спалил, но разницы это особо не имеет, потому что здесь Отто в упоре будет с кольта принимать этот выход. Почему-то я верю, что Отто здесь на два фрага будет стоять, хотя выходит, сразу же сюда зашивают, просто не дали уйти Отто, там перестрелки уже идут от тиммейтов, но они их выиграют, конечно, в отличие от Отто. Да, ну и здесь просто зашивают уже дальше в смуг, Алексиби отогнал своих соперников как можно дальше. Сентарес, дождется ли здесь Керна, но есть, я думаю, понимание, что кто-то мог прожать уже спину. Керн ждет, Керн ждет перетяжки, она не последует, здесь бомба все-таки на центре валяется, и Спейс-Олдерс нацеленно сделать фраг по пленту. Так, Керн знает, что здесь, как конкретно на банане, есть игрок, ну и его будет выцеливать. Слушай, видит его даже на радаре, я думаю, ну и все, легчайший минус по Сентаресу. Трипл килл от Алексиби, в итоге Отто не справился, но, тем не менее, его девайс подцебили, и, по сути, потеряли-то только один UMP. Да, ну здесь Алексиби в тире стоял первого, второго перестрелял, в принципе, третьего уже потенциально пытался найти в дыму, тот успешно увернулся от всех патронов. Это 2-0, правда, в Спейс-Олдерс банк, что Хауу не стоит сейчас немножко, ну, быть расслабленными в этом раунде. Вообще, в итоге, третьи карты здесь, по идее, сконцентрированы, должны быть абсолютно все. Да, да, даже в атаке, то есть, нужно брать как можно больше раундов, нельзя успокаиваться, когда возьмешь, там, 5, 6, 7, 8. Если есть возможность взять больше, то всегда нужно брать больше. Буст пошел здесь Алексиби, пытается начекать кого-то на болоте, но там нет противников. Вообще, кстати говоря, Спейс-Солдерс без какого-либо раннего засыла, скажем так, игрока на болото, то есть, без информации по точке Б пока что играет. Каликс уже проходит на болото, на шорт, здесь вместе с темой там будет работать, но вот проблема в том, что укрепление точки Б может сработать от Хаву, то есть, в этом плане, Спейс-Солдерс без какой-то разведки идти большого смысла нет, потому что два игрока у них, по крайней мере, сейчас под лонгом, но и должны как-то растягивать оборону все-таки. Так, Алекс стоит и ждет, пока кто-то в руки к нему придет, никто не приходит пока что. И информацию собрать не может, потому что здесь на шифтах стоят, максимум право-стрейф лево Хаву делают. Ну, могли бы сделать какую-нибудь подсадочку здесь на перекладине, да, то есть, либо под А с полиции кому-нибудь, либо послать его, чтобы он пикнул все-таки. Но собираются выходить, и, судя по всему, запирающим игроком будет пытаться отрабатывать сейчас пас, потому что сейчас он еще на контакт не выходит, и его тиммейты уже готовы свою атаку реализовывать. Да, под точку Б будет все-таки состояться выход, но здесь уже четыре игрока команды Хаву встречают, так что тут, конечно, паритет по силам будет при этом выходе. И через шорт три игрока пошли, полетели под флешки, в разогланде оказывается уже двое, и вот два фрага команды Хаву в ответ, в принципе, один. Но здесь МП-9, Кёрн, свечный вайс, еще и второго забирает, успевает, а пас нет. Ну и пас в итоге уходит на сейв. Какая флешка вообще прилетела на шорт, да, от Хаву? Она оставила всех в бланде, и дальше уже без проблем Хаву разбирались с этим выходом. 3-0, пока что не лучший начало для Спейс-Олдерс. Ну, здесь, конечно, Кёрн. Но тут тоже, отчасти, не знаю, если бы Мейджор попадал первым патроном, мне кажется, ну, если бы спрей бы залетел сразу же, тогда все бы, в принципе, было бы удачно. Такая, ну, фактически дерзость, знаешь, когда перед твоим лицом игрок поднимает девайс, и еще успевает тебя забрать. Ну вот, тем не менее, сейчас с одним засейвленным калашом постараются доиграть в этом раунде, может быть, поставят бомбу, может быть, раздобудут еще девайсов, а может быть, и раунд потащат, если паз продолжит вот так вот отстреливать голову. Ксентарас, правда, предельно красный уже, Сергей здесь вроде как играет неплохой позиции, но на него сейчас выйдут, изъем перестелит пазом, вот, второго просто похоронения Энжена. Следом дальше спрей, Сергей просто квадрокилл. Да, давай эйсик, Сережа. Ну, там Ксентарас, где есть, кстати, шанс собрать ССПА, сейчас увидел. Видел, давай, бачок свой сюда тащи, это эйс. Легчайший эйс для Сергея, выглядел это так, как будто он за молоком сходил в магазин, просто нажал кнопку и показал скилл. 4-0, собственно, за Хаулу, теперь уже. Ну, здесь, да, первый забрал, в принципе. Ну, по-другому Молотов прилетел, тут уже успел, знаешь, на последний ХП буквально, Сергей, чтобы Энжена забрать. Это не важно, главное, что эйс. Эйсы не пахнут. И не важно, против какого раунда, экономический или неэкономический. 5 фрагов сделал, эйс, эйс, всё. Так, ну тут проходим через коннектор, тем временем, от Спейс Олдерс. Мы же разобрали, серьезно, серьезно? Какое же командное прикрытие просто-напросто здесь от команды Хаулу? Там просто симфония фейлов была, и оно венчалось в итоге тем, что Хаулу выиграли эту перестрелку. Там и Отто уперся спиной в кусок коннектора, и тиммейт по нему понастрелял, да потом ещё и эти парни не смогли разменяться. В итоге сейчас отдаются по одному по всей карте, и остаётся лишь один пас. Максимально далеко от возможных вообще каких-либо позиций соперника берётся пауза мейджором. Кстати говоря, ещё до того, как фристайм кончился. Ничего себе. Вот даже успел. За минуту 20. Теперь пас уже остался один. Пять. И здесь кто? Сергей будет выходить на него? Ну, я не думаю, что здесь вообще у базы есть шансы на взятие раунда, и даже на килл его не хватило. В итоге Хаул продолжает свою невероятную доминацию. Начали её на кэше, и дальше уже вот Сергей просто покупает P90 и выкидывает его, потому что он может, потому что ему позволяют. Так же, как ему позволяют брать эти раунды, ну, абсолютно легчайшие для них. Но пока что это выглядит именно так. Пока что это Дефенс. Хаул показывает доминацию. В принципе, мы это видели на карте Декэш, в свою очередь, тоже. На Инферно немножко иначе игра складывалась. Но, заметьте, если бы Хаул взяли бы Инферно, они бы закрыли Спейс Солдерс со счётом 2-0. Причём уверенно. Потому что на Инферно у них тоже всё шло очень хорошо. Да. Ну, на самом деле, удивляют Хаул уже не первый раз. То есть прошли закрытые квалификации, где мы с коллегой ожидали, что они вылетят в первом-втором туре. В итоге они всегда там, ну, практически всегда были в роли аутсайдера и выигрывали в итоге эти матчи. Прошли на основные квалификации. И здесь уже сейчас могут закрыть космических солдатиков. Да, и выйти, ну, практически выйти из группы. Там, правда, ещё один придётся матч, скорее всего, играть. Потому что будет игра Кингвин против Авангар сегодня вечером. Если они обыграют сейчас космических солдат, то, судя по результатам в этой группе, они, по идее, и должны выходить с первого места. Ну, по крайней мере, судя по их игре. Там, ну, не всё так просто, но, во всяком случае, поживём и увидим, как говорится. И пауза снимается. Теперь уже спейс-солдер с ноги на пистолетах будет играть с арморами. Ну, не знаю, вот против пистолетов Хау уже показывает, что они готовы отстреливать. И с Алекси Би этому доказательству. А Сергея, вернее. Да, Сергей. Сергей в этом плане очень хорош. Но, тем не менее, тут два безарморных вот парня с раскидкой. Им ни в коем случае нельзя лезть на контакт первым. Поэтому вынуждены отправлять своих тиммейтов, которые будут живым щитом им служить. Вот при этом Сергей, Алексей, Би охраняют мидл и явно не собираются выпускать на позиции для раскидки своих соперников. Да, ещё и сами гранаты имеют немало. Ну, и вот ОТО уже делает фраг по к Санта-Росу, а это минус армированный игрок. Причём, кстати говоря, сделал фраг. Ушёл. Здесь уже и Сергей начинает отрабатывать паза. Пацан! Сколько же урона здесь получил Алексей Би. Очень много патронов на то, чтобы его забрать, потратили. Сергей-то не справляет всё время на длине. Зажимает его параллельно здесь душевых к Аликс. И это 3 в 3. Да, 3 в 3, но при этом два игрока битые у Space Soldiers. Двое из игроков турецкой пятёрки не имеют арморов. И только лишь один девайс на троих. Тут же АВП, куча гранат-киты. И, ну, соответственно, автоматические девайсы также очень серьёзные. Так, ну, попытка пройти длину дальше будет в точку А. Просто это, ну, очень прямолинейно и, по-моему, предсказуемо. Сделали фраг под А, пойти под А, да, всё-таки тут под Б стягивается бомба. Смог откинуть мейджор. И будет этот смог привлекать на себя внимание в ближайшее время. Но зато, вот опять же, судя по таймеру, выход на последних секундах в точку Б, там на монстре в идеальнейшей позиции Кёррена флешка есть. Ну, я не думаю, что он и успеет воспользоваться. Если только вот этих двоих похоронить, дальше против третьего ещё успеет. 20 секунд, 20 секунд. И сейчас Кёррн сделает здесь дабл. Это минус раунд. Но, причём его чекали. Его чекали, тем не менее, забирай первого, второго. Там флешка вроде как прилетает. Кёррн просто отворачивается. Готов забирать уже третьего игрока. Просто один в три закрел всех игроков команды Space Soldiers в монстре. Да, они просто шли прямо и просто умерли. По принципу домино, он забирал одного за другим. Лёгкая приёмка. Да, нужно отметить, конечно, тот факт, что он справился один против трёх соперников. Каждый из которых в определённый момент получал себе на руки автомат. Но вот при этом... Как так? Как так, Space Soldiers? Я не понимаю. Я правда не вижу тех самых Space Soldiers, которые были вот буквально пару недель назад. Которых мы видели всё это время. Ну всё, новая эра Counter-Strike. А у них какая эра? Ну, уже заката. Я не знаю. Всё, хватит. Доминировать над всеми в хаву будут жёстче. Мезозой какой-то получается. Какие-то примитивные раунды. Ничего не могут... Не догадываются вообще о том, что происходит на карте. Ни чекают какие-то дефолтные позиции. И финны таких ребят просто не прощают. Ну что, Space Soldiers. Медленный раунд готовится. Сейчас от них минута времени. Только сейчас занимают цены. Причём с люркером под Б. Но, понятное дело, тот, скорее всего, будет закрать перетяжку. Каллюкс. И в случае тоже даёт им некую информацию. Кстати, ХАЕ от Алекси Би. Каллюкс. Минус 46 хаспоинтов. 44. Да. Вот ещё можно его через деревяшку дострелять. Он это тоже, понимаешь, 21. Вот они быстро... Всё на ХАЕ, скорее всего. Или... Ну да, или... Да кто его знает сейчас? Это не так важно. Важно, что он битый. И он зажат практически в углу. Он вынужден оттуда уходить. Потому что может умереть очень быстро. И вот Отто что делает. Ты посмотри. Он просто стоит за смоком. И просто сейчас делает фраг. Или нет. О, промах. Или станет фрагом. А, теперь уже проще. Теперь тебе без снайпера. И 30 секунд, опять же. А бомба вот только сейчас даёт раскидки. Да, Вектор Атак Спейс Лодерс менять не буду. Всё-таки центр уже занят. Но здесь... Её, смоки прилетают просто-напросто. Молотов, тем не менее, Сергей, забрали фунтового. Хелпа изолирована Молотовым. И это сейв. Хотя 9600 у Кёрна. Не знаю. Ну, они понимают, что просто втроём против пятерых идти на ритейк, когда у тебя один красный, один тоже близок к тому же состоянию. Большого смысла не имеет. Нет ни флешек, ни каких-то других вариантов. И фланги не были заняты. И это, наконец-таки, раунд для космических солдат. При этом, ну, вот, подловили на ошибки Отто. Ну, сыграл слишком уверенно. И, опять же, я не понял, как умер Сергей. Судя по индикатору, он не был в фулл-блайнде, да? То есть у него там уже пропадал эффект слепоты. Но, тем не менее, он даже выстрела не сделал со своей позицией. Тем не менее, спейс-солдерсы вышли на охоту сейчас. И... Тут и космическим солдатам, в свою очередь, тоже нужно эти девайсы сохранять на руках. Интересный факт, что космические солдаты выбили АВП. Они об этом знали, они пробежались мимо него, но не взяли. То есть в атаке им этот девайс не нужен. И на кэше, и на инферно они играли без снайперской винтовки в атаке. Интересно. Причем, кстати, да. На инферно, но отчасти инферно... На инферно редко снайпер берет в руке АВП. Нужно очень инициативный и жесткий антрефрагер на снайперской винтовке. Для того, чтобы играть там в атаке. А вот на кэше в атаке, не знаю, почему он отомстит за предыдущий раунд, забирает уже Энжин в подвале. Да, Энжин просто пробегал из стороны в сторону, соответственно, его зацепили. Вот, например, как Маркелов играет, да, садится на палет и смотрит микрощель какую-то агрессию. Здесь Энжин просто как на прогулке. Был налево-направо расстрел. Ну и вот теперь двоечка на лонге с бомбой. А двойка, также игроков Space Soldiers, уходит вообще на базу. Так, Сергей против флешки здесь играет. Пытается поймать тайминг удачный для себя, чтобы все-таки его в бланне не отправило. Ну, а там Отто его прикрывает с ВП. Отто промахнется, здесь Сергей будет открываться. Если Отто не промахнется, то никаких проблем нет. Отто, у тебя друга там могут убить, осторожно. Ну, здесь нет. Для Сергея это не проблема, просто даблкил, выбитые девайсы, выбитая бомба. Ну, то есть бомба-то не выбитая. Но ты посмотри, где находятся игроки Space Soldiers. Они понимают, так, стоп, чего-то у нас не хватает в этом раунде. По-моему, не хватает трех тиммейтов и бомбы. Нужно возвращаться. Еще времени у них крайне не хватает. Ты посмотри, мейджор просто говорит, ну... Вот этот смайлик означает именно вот, ну... Ну, вот это вот состояние, да. Действительно, то, что, ну, неприятно ситуация. Сергей там, причем, кстати, уже ушел, ну, конечно, под другую сторону туалетов. Одно утешение для Space Soldiers, что в прошлом раунде выжили пятеро. Это значит, что они сейчас могут перезакупиться. Здесь Сентарес просто бежит. О-о-о-о! И ха-е! И Сергей открывался. Ну, тут просто такой дельный, там, прочитали. Да, Каликс, конечно, минус сделал. Но там бомба так-то на длине и 15 секунд до конца раунда. Каликс покерно открывается. И минус Каликс. Ну, вот сейчас, если Space Soldiers не берут раунд, это, опять же, минус экономика. Пистолеты и все по накатанной. Все по тому же сценарию, который мы видели уже не раз. Да, что мы видели на карте The Cash. В принципе, это дефенс, доминирующая сторона у Хауа. А вопрос еще, что у Хауа с атакой на верпассе. Потому что я тоже не помню, когда по сервису не верпасс играли. Но мне кажется, почему-то сегодня Хауу здесь готовы на полную открываться. Да. Сейчас похоже на то. Сейчас похоже, что, во-первых, Хауу кровь почувствовали. То есть они обыгрывают Space Soldiers. Причем очень уверенно и очень легко. И вот, опять же, по действиям Отто, да, видно. То есть поджим коннектора. Играет за смоком. Сейчас просто бегает по лонку, потому что он может себе это позволить. А вот Space Soldiers, играя за атаку, минута 30. И они на шифтах мимо фонтана пытаются продвигаться. Да, смог в миддл. Пытка выхода будет сейчас сюда. Пас со своими тиммейтами уже продвигается. Но, в принципе, по той же самой схеме, что и в некоторых раундах ранее работают Space Soldiers. Только в этот раз не так агрессивно там бегает тенджер в подвале. Он как раз таки стоит на той самой палетке контроле. Нашивал. Я просто не понял в смоке, куда он нашивал. Но, соответственно, явно по позициям, где бы находился его соперник. Вот проблема в том, что минута времени. Это достаточно для розыгрыша раунда. Но здесь они только подбираются к позициям определенным. А они даже еще на контакт никакой не выходили. То есть энтри фрага никакого не было. Если учитывать, что снайпер-то ухавал, то энтри точно должен быть за ними. Так, полетел раскид точки А сейчас от Space Soldiers. Наверное, вектор атаки они уже имеют все-таки не будет. Гранат нет, просто на раскид противоположного планета. И здесь в упоре Сергей. Ой, топит наугад и забирает все-таки здесь энтри. Один-один, тем не менее, разменялись. Очень много дымов здесь пода. Планета вообще очень густая, густая. Не знаю, нету даже никакого проблеска в них. Залетает Молотова. 20 секунд, дорогие космические солдаты. Нужно ставить бомбы. Вы втроем. Так, Сантарас получает гранату. Ну, в общем-то, он очень битый. Начинается поставить бомбу. Здесь его начинают со всех сторон уже пытаться убивать. И опять они стали заложниками своего таймера. Это минус деньги для Space Soldiers. И это минус мораль. И, возможно, даже минус Best of 3. Там не то чтобы таймер. Там просто, ну, бомбу на руки не взяли. Либо ее выбили по дороге, но она далеко позади лежала. Просто пришлось за ней возвращаться. И, опять же, на 10 секундах он ставит бомбу. Тиммейты пытаются его прикрыть. Но пока они его прикрывают, они сидят перезаряжаются. И я не понимаю, правда. Мне больно смотреть на команду, которая мне нравилась. Space Soldiers, которые мне нравились, выглядели абсолютно по-другому. Да, это как болельщики Flipside, наверное. Тоже так же ощущают постоянно к ним. Болельщики Flipside выглядели по-другому? Так, ну что же, здесь пока что приемка от Сергея. Вновь на пару сот. Сшимают они абсолютно каждый фраг себе. Но, правда, два красных остается. В принципе, в теории каликс. Да, вот минус первый нашел. Дальше уже Алексей Биф, включаясь 9-1. В итоге в пользу Хава. Я просто вспоминаю, я вчера комментировал Flipside против Epsilon на оверпассе. И там был счет 13-2 в пользу Flipside за первую половину за дефенс. И 13-2 во второй половине. За атаку там также у Flipside было взято 2 раунда. И на овертаймах они проиграли команде Epsilon. У кого-то была попа боль. То есть, как бы, тут просто, вот когда ты сможешь такой игру, 13-е, ну как, что может быть еще лучше? Взять пистолетку, это 14 раунд, и перебороть форс. Так, и быстрый раунд решили Space Soldier принять. На самом деле, это правильное решение. Если не выходят играть медленно, то нужно играть быстро. Могут продавить Сартык. Сартык погибают. Дальше размена не последовало. Только сейчас Алексей Биф дает фраг. Еще и Энжин его забирает. Все, и это выигранный раунд для Space Soldiers автоматически. По-моему, немножко ранее тоже должны были такие стили игры использовать Space Soldiers. Но не к тому, что просто потому, что сейчас получилось, а просто потому, что Space Soldiers могут себе это позволить. Они уверенно могут играть, уверенно выходить куда-либо. И они это доказывали на Коблстоуне авангаром. Потому что в атаке, да, там, конечно, не получилось их обыграть. Но за защиту просто очень много раундов отдали сопернику. И поэтому в атаке уже, да, очень много уверенных выходов, уверенные префайеры, минуса. Но уже было поздно. И здесь вот эти медленные раунды, они в ловушку постоянно Space Soldiers загоняют. Это не их стиль игры совершенно. Опять же, я бы не сказал, что это совсем не их стиль игры. Я бы сказал, что у них разнообразие в стиле игры. То есть они одинаково хорошо использовали как медленные раунды, так и очень быстрые. Как агрессивные раунды, так и очень сейвовые. Как раунды со снайперскими винтовками, где вы выпускаете одного на энтри, так и раунды, где вы окружаете соперника и зажимаете его с девайсами. Но при этом сейчас они вот практически все время, практически уже, наверное, там, какой-нибудь сороковой раунд к ряду играют медленно. Ахау-то сами медленные. Они сами к себе, ну, как сами против себя фактически играют. По сути, по стрельбе сейчас в этом матчапе они ничем не уступают Space Soldiers. Ну и вот, опять пошел на свой пик. И фраг по Аксантарусу уже дает. Можно уходить спокойненько, припевая какую-нибудь веселую песенку. Потому что здесь он еще на один пик может выйти. Да, там, кстати, уже подошел тиммейт где-то в районе длинный, но показываться не будет. Понятное дело, там пас будет выходить на баллон. И, кстати говоря, Ота может сейчас его проверить через сэндвич, но уже пропустит, судя по всему. Да, там уже упор пас подкрадывается. Так, ну есть минус по мейджеру. Здесь Ота уже может уходить. Все дальше, все глубже. ВФ-пятером даже ПХП не просели против трех соперников. Принимать их не должно быть проблемой. Особенно если учитывать, что Space Soldiers бомбу оставили чуть ли не на респе. За ней еще возвращаться потребуется, ну, туда-сюда сбегать 20 секунд. И, в общем, я... Ну, опять же, нужно стрелять. Нужно стрелять просто как боженька к Аликс. Вместе с Энджином делают фраг. Дальше выходят. Ой, там два молота просто под ноги. Энджин залетал, вот решил постреляться. Проиграл перестрелку. К Аликс все еще сохраняет свою жизнь до поры до времени. Ота уже оказалась на девятке. А бомба на теспауне. И возвращается на ней пас. Самое время начать раунд с нуля. С нуля шансов на его взятие. Да, возможно. Если только пас сейчас не выйдет и не раздаст на левый, на право. Ну, тут, понимаешь, есть два молотовых сейчас у Хао. Как ты думаешь, сможет здесь пас поставить бомбу? Да, у него есть смок. Но я очень сомневаюсь, что он его оставит именно под установку бомбы. Моутов еще есть. А времени нету. Так я тебе о чем и говорю. Ему просто не дадут сейчас бомбу поставить. Он даже фейк не успеет сделать. Одного заберет, а второй находится на граффите. Ага, вот смок на бомбу. Казалось бы, а вот мы и горим, и все. Вот я же сказал. Это же, ну, слов нет. Правда, обидно за команду. Причем, ну, вроде бы, знаешь, дым не просто АБК откинул, а чтобы шорт закрыть, ну, от себя. Но там молотов у противника, и он положили его на... Ну, он же не знал, что там молотов, согласись, да? То есть, но при этом, если бы соперник вышел с шорта, он бы его тоже убил. Вот в чем дело. То есть, очень сложно все. И посмотри на этот бай. По сусекам поскребли, взяли все, что могли, и сейчас просто бегут. Быстрый раунд сработал, поехали быстро играть. Ксарте говорит, стоп! За превышение скорости два хэдшота вам, ребят. Шлагбаум встретили здесь. Спейс Олдерс дальше через монстр пытается работать. Ну, там уже тоже Ксарте, увидел ножки, ножки, а там и тельцы. Ой, герны нашли, кстати говоря. А, тут Ксарте все еще куда-то живет, увидел. И первый, и второй, и второй патронов-то нет уже в обойме. В итоге 2 в 2, что самое интересное. Да, 2 в 2, но при этом позиции неплохие. Сейчас ухаву, можно не дать бомбе выйти. Смачок на шорт полетел. Или зайти. Выйти в сайт, я имею ввиду. Но вот Энджин не решается. Залетает Молотов по Алекси Би. Здесь очень агрессивно начинает действовать Отто, Отто. Его забирает Сентарес. Но там 2 битых. 2 очень битых против 1 Алекси Би. Так, а что Алекси Би делает вид, что ушел на девятку? Ну, видимо, вот такой бесхитростный фейк своего поведения он предпринял. Ну, здесь может по Энджину сделать фракт, но нет. Здесь Сентарес прикрывает своего тиммейта. Сентарес дает квадрокилл. Нет, ну если Сентарес будет давать такие квадрокиллы, то можно еще и 5 раундов в атаке взять. Ну, в теории, да. Если Сентарес будет давать по 4 минуса, то, думаю, одного игрока как-то его 4 тиммейта и заберут. В целом, в целом, нельзя назвать кого-то в команде Space Soldiers вот прям якорем, да? То есть они все идут 7, 5, 3, 6 фрагов. То есть между 3 и 7 4 фрага разница. При том, что у них по 11 смертей там в среднем. Ну, вот тут все недоигрывают. Это значит, что это в первую очередь тактическая ошибка минус ножка у мейджора. Так, а дальше будет выход ли с детской площадки под флешкой супер? Всему флешка не долетела, а Отто промахнулся. Ули тоже не долетела. Здесь Отто должен смещаться. А здесь его уже дут на лонге. На лонге он не попадает. Отто, соберись. И тиммейта нету, и тиммейта нету, что все-таки его здесь прикрыли, поэтому его будут давить просто навсюду, и Отто погибает. Да, легчайший минус. Теперь можно подобрать. Хотя, зачем подбирать это? Нет, ты подобрал его мейджор, и будут играть уже так. Угу. Ну, тут смок от Сергея все-таки на длину упал. И что ж, Space Soldiers пойдут дальше в Аплэнд. Судя по всему. Ну, пока Сергей здесь в не самой приятной позиции. С другой стороны, Алексей Би у него за спиной. Там Б, болото занято сейчас. Там И, они просматривают монстр. В теории, сейчас должен перейти керн через коннектор. Каликс. Каликс. Каликс открывается по Алексей Би. Забирает его вот Сергеем. Читает ли? Да, читает Каликс. Отличная работа от него. Ну и дальше Сарты вместе с керном остались вдвоем. Там кто-то вообще ливнул уже. Ну, там спина. Спина. Так, а вот сейчас. Подобный раунд, в принципе, могут и... Да, мало вероятно, на самом деле. Сигают тысячу керна. А что там? Ну, по никому, по 9 имейту должно быть все хорошо. Я не верю, что здесь настолько все плохо. Ну, последний раунд половина их ожидает. И они в любом случае закупятся. Ну, тут совсем беда. Уже один к концу подошли. Да, вот это Ксендарс Ян не ожидал. Да. Но здесь уже керна могут не отпустить. Просто посмотри, как сгущаются над ним тучи. Уходит на фонтан. А здесь его уже собираются ловить. На детской площадке также его ловят. Все. Минус деньги, минус раунд. Хабу на последний раунд половина остается практически ни с чем. И вот, заметь. Из четырех раундов, которые взяли Space Soldiers... Они играли быстро. Четыре. Да, четыре были быстрыми. Получается, четыре подряда они взяли, да? Или нет? Нет. А можно так нам? Таб-ка-пауза, таб-кауза, таб-кауза посмотреть. Не-не-не, два последних они взяли. Но третий, соответственно, скорее всего, сейчас постоит. Потому что я не верю, что вот Хаос с пистолетами здесь вот против... Причем я уверен, что Space Soldiers сейчас должны будет медленно так вот играть. Потому что, ну, опять же, против пистолета быстро пойдешь. А там, ну, если еще и гранаты будешь раскидывать какие-то по дороге, не в попад, то здесь Хаос будет просто летать меж смоков. Ну, у нас с тобой похожие рассуждения были уже однажды. И вот мистер Жеря Сало, он же Сергей Сдегла, покарал просто на трене. Без шансов команду Team Kinguin. Ну, там дымов не было, там, ну, ничего такого жесткого. Причем и эта атака была вообще. Ну, тогда нет. Так в защите Сдегла, наверное, попроще стрелять. Тут он может просто быть даже не с Деглома, а с Юмпом каким-нибудь, что тоже неплохо. Так что посмотрим. Керн зашел, вышел. Что-то такое чувство, что, знаешь, не в ту комнату пошел. Хотя, в принципе, если бы счет был бы, знаешь, 4.10, пользу Space Soldiers, можно было сказать, что он зашел, просто нам что-то посмотрел. Так, ребят, мне такой сюжет не устраивает. Что-то в соседнем кинотеатре показывают. Что-то в этом духе. Ну, нет, все, возвращается уже здесь. А, монитор Tilt. Вот так вот с монитором проблемы какие-то утикоперно были. Но сейчас вроде все в порядке, надеюсь, что он зашел. И я верю в то, что они будут ради спрашивать мейджор. Естественно, они сейчас будут ради. И вот появляется наш замечательный внутриигровой оператор. Хокаге. Хокаге. Да, который сейчас управляет всеми камерами внутриигровыми. Так что, в целом, если что-то пропускает, то узнаете, на кого жаловаться. Да, ну и вот все. Счет 10-4. Спейс Солджерс обязаны брать себе пятый раунд. О, там, кстати говоря, у Керната и Кольт. Что интересно. Сергей может поддержать его, в принципе, и импом, в теорию. Да. И байт-то, в принципе, неплохой. С F7, с СЗ, почему бы и нет? Ну, вот опять же, нет китов, да. То есть, гранат также мало. Но гранаты, на самом деле, им не столько нужны для какого-то, там, противостояния именно по стрельбе, а в первую очередь для того, чтобы сделать ретейк, потому что у них нет кусачек. И им нужно будет делать ретейк быстро. Поэтому флешек должно быть максимально возможное количество. Но вот закупается смок, флешка на Алексей Би и все. О, дикой. Брелок. Так, ну, что-то, опять же, прокид молотов на шорт, что противник быстро не занял болото, но вот хаву этим не занимается. Они вообще уходят три длина. А там еще и контакт сейчас жесткий будет на ланге. Посмотрите, что сейчас будет происходить здесь. Если будет, ну, Ксанта, раз уже собирается сюда выдвигаться, прочувствовал всю боль момента, и еще и хаешечку может сейчас прочувствовать, но не попадая здесь отто совсем. Так, выход дальше уже, минус фраг от ТОТО. Еще один он делает. Дальше на релоуде за камнем будет монсить довольно-таки долго. В спине имеется также у него Ксарта. Флешка прилетает в паз, не может он здесь выйти. Под свои же гранаты с поисол, здесь пытаются играть, зашибнуть. Это было бы слишком жестко, с ним на таком расстоянии паз бы сделал два фрага. Ну, он его красным оставил. А здесь спина жмется, Алексей Би в хорошей позиции, но его видел, видел Калекс, видел его. Калекс говорит, ну-ка, иди-ка сюда, кто там у нас сидит за углом. Он тоже не хочет идти на ЦЗ. А, нет, он его не видел. Он не видел его. Забавно, забавно. Если он дальше пойдет так, то... Интересно вообще. 46 секунд и ждут спейс-лодерс какой-то... Просто если погибает Калекс, там остается половинчатый мейджор и паз на 27 хп. А Алексей Би здесь нет смысла куда-то торопиться. Он слушал, как к ним убежал противник, и вот сейчас сделать какое-либо движение может быть летальной ошибкой. Оп, все, спалился. А вот движение. И вот это летальная ошибка. Алексей Би погибает. В итоге у нас пустая длина, и Керн только лишь один в коннекторе. Просто с Кальтом. Что-то... Ой, здесь на центре двоих забил. Ну, такое чувство, что при фаере, да, двоих забрал. Один-на-дин против мейджора остается. Тут просто слышит, слышит Керн, как мейджор в итоге здесь убегает. Время. Он понимает, что это точка на 100%, Керн сейчас просто через хелпу пойдет. Нет. Он сделал вид, что пойдет через хелпу, а откроется по мейджору уже с мида. Ну, и мейджор ставит бомбу под лонг. А сам уходит на длину тоже. Вот чем дело. Если бы Керн уходил здесь, раунд был бы победный. А так, в итоге, на ему спину еще зайдет мейджор. IQ 200 против IQ 199. Посмотрим, кто же из них кто. Так, но... Такое чувство, что Керн уже не догадывается. Ни китов, ни гранат, никаких нет у Керна. Ему нужно торопиться. И этот раунд он, скорее всего, проиграл. Если только он сейчас моментально не повешивает голову. Нет, нет, не читает соперника. Так, вот их сейчас мейджор просто прочекает. Настрофе никого нету. И все, это раунд для команды Space Soldiers. Времени просто нету. И Керн весело упрыгивает отсюда, понимая, что раунд проигран. 10-5, да, как и предполагалось. Но вот в итоге Space Soldiers под конец половины все-таки вернулись в эту встречу. Ну, 10-5. В принципе, 5 в атаке. Может хватить, как на Инферно. В случае практически скид. Так, там, 8-7 был счет. Нет, но вот если заберут пистолетку, в теории могут претендовать на 10-8. В теории могут. Ну, вообще, что интересно, по пингам, например, 13-13 у Энжена, геймейджера, вот у остальных там около 40. В среднем. Вообще, даже и у финнов тоже. Так я о чем и говорю. То есть, как будто бы вот эти парни сидят где-то в другом месте, а финны вместе с Келиксом, Сентаресом и Пазом сидят рядышком, где они в компьютерном кубе. Так вот в чем секрет. Так вот в чем дело. Вот почему Space Soldiers сейчас проигрывают. Так, ну, все, вроде. Вторая пистолетка сейчас уже на подходе. Две секунды. Одна и второй пистолетный раунд. Space Soldiers сегодня не славились пистолетками, потому что они... Одну взяли. Да, на кэше. Получается, из пяти они взяли одну. Это такой себе результат. Мягко говоря, да. Ну что, из шести? Две хотя бы. Статистику подулучшить. Да, треть пистолеток это не так уж плохо. Можно сказать, но мы их не особо тренируем. Да, ну так стреляем, вроде неплохо. А в итоге, когда вы одной из шести напротив Хаву, не знаю. О, три дикоя! Три дикоя у Space Soldiers. Но пока на пистолетках они были как пять дикоев. Посмотрим сейчас, как это сработает вообще. На пользу им или нет. Ну вот так, Алекс уже прожал лонг, но своего фрага найти не смог поначалу, но зато два уже обеспечил. Да, и теперь главное уйти. Главное уйти к Алексу, потому что иначе его здесь задавят просто-напросто. Там, ну правда, размин довольно-таки поздний. Если бы поступил, если бы вообще успел бы выйти. Конечно, Алексей Би там на контакт. Но все, кстати, к Алексу хочет еще. Хорош. Я даже не заметил. Да, он просто стрейфанулся, дал какой-то тап и все. Давай еще одного. Ну, лады. Сергей, ваша очередь, прошу вас. Следующий. Ну, Сергей жесткий по стрельбе. Он, безусловно, здесь должен... Все, эйс на пистолетке от Каликс. Он просто стоял на длине. И все. Ну, пошел, ладно, в раннюю грейсию. В принципе, здесь тап повесел. Тейхан забрал первых чисто потому, что он проявил инициативу. Что делали остальные, как-то я не очень понимаю. Он действительно рассчитывал, что он выйдет из Глока моментально здесь Каликса заберет? Да, причем здесь еще и двое соперника оказалось. Два соперника, но... Такая ситуация спорная, на самом деле. Вот этот проход через Лену. Спорно. Против Юспо вообще Глоки, когда сражаются на длине, это странно видеть. Так я об этом и сказал. Это было странно. Почему он решил, что он его перестреляет на такой дистанции, если его тиммейт тут же уже погиб, вот буквально секунду назад. Ну, ладно, Керн получил неплохую хаешку. Уже не так весело ему играть. 41 хп. Вот его тиммейты через коннектор хотят продвинуться. По крайней мере, судя по их позициям, они имеют такое намерение. Выйти в центр карты они теоретически могут. Будто вот как его использовать. Зайду через коннектор. Но спейс-олдерс-то отпустили здесь всё. Спейс-олдерс всё здесь отпустили. И, тем не менее, кстати, дэмэдж покернул. От тиммейта пошёл. Нет, покернул, хаешка залетела в начале раунда. Он только что горел красным. Такое чувство, что его сейчас чем-то ударили. Током. Севсом тиммейта, я не знаю. Для того, чтобы того разбудить. Ну и в итоге смок кладётся здесь уже. Вот Энжина в упоре собирается и смака выходящих на себя противников принимать. Тут, кстати говоря, вырисовывается такой некий сплит точки А. При двух смачках это всё может сработать. Под одну флешку выходить. Главное продавить Энжина. Дальше будет проще. Но там уже есть контакт на лонге. Уже проседает Кёрн. Он и так уже был на пол КП. Тут ещё у него отняли немного здоровья. И тут Мейджор попытался ворваться вообще без НП какой-либо. С коннектора и команда Хабу два фрага себе обеспечивает. Так, а теперь можно выходить. Здесь уже Ксантарес готов принимать. Не готов принимать. И только два игрока осталось. Только два осталось. Там есть биты, но нужно попадать. Хороший минус. Второй бы дать. Нет. И он так же не справляется. И пас в итоге остаётся в соло. И неужели они могут взять этот раунд? Так, пошёл здесь бомбить по всем пасам. Правда, его уже заметили. Конечно, с трёх стволов-то, я думаю, его должны будут забирать и не пропускать. Просто-напросто в плент даже. Так. Ну и вот он вместе с тиммейтами уж точно должен заканчивать эту перестрелку в свою пользу. Здесь пас, ну, крайне мало шансов имеет. Он это прекрасно должен понимать. Открывается под флешку. Ну и даже одного кила отдать не смог. Вообще, довольно интересное действие. Поначалу раунда была от мейджора. Просто его тиммейты дают ему инфу, что на банане минимум двое есть. Окей? Да. Окей, он выходит просто на них. Он просто на них выходит. В то время, причём, когда и... Ну, выхода-то нету. То есть они стоят там просто. Они стояли. Да, просто вот в этом плане он мне напомнил тиммейтов моих, которым я говорю, например, там, на лонге есть двое. И он выходит на них. Я тебе даю информацию, чтобы ты на них не выходил. Чтобы ты не умер. Да, в итоге получается, как всегда. Да, и в итоге он умирает. Вот мейджор лишний раз это доказал. Да, понятное дело, там форс, но смысл одному идти? Тебя даже разменять некому? Проблема в том, что обычно игроки тогда давят, когда выход уже начинается. Чтобы, ну, как бы противники в супури, да, они уже выходят там на ребра, проходит в плент. И тогда ты выходишь в спину, просто начинаешь фармить. А здесь просто тишина на карте. Только дымы там слышны, как шумят, раскрывшиеся. И мейджор просто выходит с коннектора. Ну, все с него просто началось. Да, дальше его тиммейты, ну, пытались дать какой-то размен, найти свой фраг. Шли по одному, и свои перестрелки также проигрывали повсеместно. Там только один кив смогли в итоге дать. Сейчас будут форситься. Ну, опять же, на этом форсе шансов мало у космических солдат. Ну, вот и будем ожидать уже девайсного раунда, я думаю, от них. Ну, потенциально вообще космические солдаты на пистолетах могут взять раунд. Потому что сегодня они, они, по-моему, не брали такой раунд один раз. Один точно был, да, действительно. Но тут проблема в том, что играют они с ЦЗшками. Да, на карте до оверпасса это можно реализовать. Но, опять же, если смотреть за тенденцией, как у них вообще в целом шла игра сейчас. Да, да, просто по передвижениям их, по стрельбе, координации, что-то. Вообще какой-то дикий беспорядок совершенно здесь творится у них. Дикий. Отличное слово, действительно. Ну, и вот с бомбы пошли под Б, здесь раскидывает ОТО вместе с тиммейтами. Центр плюс коннектор там как-то контролирует. Ну, чтобы не расслаблялись лишний раз здесь. Спейс Солдер сами уходят и уже собираются штурмовать точку Б. Кстати говоря, на среднем таком тайминге. Вполне себе неплохо. Так, и тут, кстати, облак. Укрепление. Довольно-таки неплохо. Спейс Солдер принимает решение укрепить точку Б. Но там вроде перетяжка сейчас, кстати говоря, пойдет на Б. Не успеет она. Пазу уже забрали. Но тут горит Молотов. Очень сложно выходить. Нужно торопиться. Ребяткам Калликс чуть было не погиб. Но, тем не менее, еще имеют шансы Спейс Солдер на взятие этого раунда. Боже, что мы, они тут четвером на воде пытаются танцевать. Мансить хоть как-то. Стоят с последним только Центарс против пятерых. Сейчас его с двух сторон, с трех сторон зажмут. Просто-напросто. Это так со стороны выглядело забавно. Да. И больно, наверное, когда тебе вот так снизу стреляют. Просто все, что можно, нельзя. Самый драгоценный отстрелили. Ну, а так или иначе 12-6. Опять пауза Хаву. Нам как раз было недостаточно еще одну. И будет в самый раз давайте. О, сейчас еще и будет... Бутинг модем. Прикольненько. Да, будет еще перезаходить. Еще какой-то один игрок команды Хаву. И, ну, так или иначе, двух рано преимущество за ними, кстати говоря. И на подходе уже. И тринадцатый раунд. Мы меренно-меренно паузами-паузами перебираемся. К сути дела. К завершению этого матча. Но рано или поздно все-таки раунд закончится. Это как историю от дедушки слушать. Такую вот медленную, неторопливую историю. И после каждой фразы, после каждого предложения... Найдет небольшую паузу. Он делает паузу. И, в принципе, эта история... Длится почти... Долго. Вечность. Да, но, в принципе, и здесь это тоже может столько же продлиться. Но, в отличие хотя бы от команды Space Holders, Хаву успевают вовремя эти паузы ставить. Так что, в теории, ну, все идет к успеху у них. Да, они как минимум заходят на пленты, да, то есть даже когда у них что-то не получается, они работают именно на свою цель. То есть главная цель какая в раунде? Поставить бомбу. Вторая цель – взорвать ее. Ну, либо уже не дать ее раздиффузить. То есть в этом плане... И вот они выполняют эту главную цель, чтобы свою экономику бустить. А третья цель – убить всех? Нет третьей цели. Это попутная цель. То есть ты убираешь тех, кто тебе мешает. Ну, ладно. Ведь если у тебя цель – дойти на магазин, а у тебя же нет цели шевелить ногами. Это просто прилагается к процессу. Да, это, в принципе, вполне себе логично, но, тем не менее, есть и команды, которые... Space Soldiers сегодня на Инферно. Сегодня Space Soldiers не те Space Soldiers, которых я знаю. Я не могу сегодня нормально рассуждать о том, что вообще происходит с их игрой, потому что, я думаю, ребята в чатике, в твиттере, где угодно согласятся с тем, что сейчас что-то нестандартное с этой командой происходит. Ну, да, что-то необъяснимое, возможно, отчасти. Потому что мы... Ну, привыкли ведь, да, Space Soldiers, возможно, где-то играют на равных. Да, они там, бывает, проседают где-то. Но то, что сегодня творится у них, я не знаю, это необъяснимо, по-моему. Да, просто порой действительно странные вещи происходят для них. Так, несвойственные абсолютно. Тут даже речь не идет о том, что вот они там не берут раунды или не попадают. Это нормально. Очень у многих игроков бывает день, когда вот, ну, не идет стрельба, ничего ты не поделаешь. Нет, здесь дело не в этом, не в таких моментах, а в решениях посередине раунда. Оставили бомбу у себя на респе, убежали куда-то. Взяли, вышли в плент, понимали, что бомбы нет. Точно, забыли, надо вернуться. И побежали, опять забыли, приходят, а там уже пять контртеррористов. И такие, ага, вот, ну что. Ну да, и опять же, и тут иногда личные всякие мувы могут желать лучше. Например, Мейджи там с Макиева прыгивал на карте TheCash. Ну, к этому, знаешь, можно вечно придираться к этим всеми мелочам, но из них строится игра. И это в целом минус раунд. И очень много минус раундов у Спейс Солдер сегодня из-за подобных вещей происходило. Да, пытаются играть непредсказуемо, вот, инициативно, а в итоге получается просто, что не получается. Знаешь, вот, будь здесь, наверное, не Спейс Солдерс, какие-нибудь, ну, Фнатик, возможно, у них что-то получится. Ну, даже в той форме, что они сейчас находятся в теории, мне кажется, Фнатик бы получилось подобным образом играть. Но и то, даже вот эти выходы Смака, они бы сопровождались бы флешкой просто. И они, даже несмотря на то, что они агрессивно играют, они все-таки, ну, как-то рационально это делают. Да, ну, вообще сейчас, скорее всего, потенциальный выход от Хаву на счет 13-6. А дальше Спейс Солдерс получает девайс, ну, и опять же, будет играть с АВП, возможно, на мейджоре, потому что у него сейчас 3700. Но при этом у того же мейджора сейчас не идет игра. Вот Кэлекс, Сентарес стреляют, остальные вот в их команде как-то проседают. Ну, удивление, бас просит, а, ну, нет, не ошибка, сильно просит, просто я смотрю на общее количество фрагов, действительно, тут 7-7-10. Опять лишь у мейджора. Опять же, вот Сарты, которые в команде Хаву на ботом фраге сидит, 7 у него, но при этом те фраги, которые мы видели, они, ну, они были очень важны. Так, тут тем временем столпотворение на центре. Спайм попытается заставить врасплох своего соперника, но очень медленно будет сейчас предъяваться хаву. Под флешку ворвались, а здесь никого нет, а их всех слышат, и просто сейчас пойдут пытаться выбивать девайсы. Игроки Space Soldier, Сентарес пикает, но здесь ван-тапы от Отто, просто в итоге он делает ничего, просто Керн Хаешкой застилил обоих. Да, раздамажить раздамажил, а Хаева так похоронил обоих. Да, мейджор последний, на миде, внимание, инфа есть, и что? Давай, нож. Мейджор, если ты не видишь противника, это не значит, что он тебя не видит. Он мог еще глазки закрыть вот так, или монитор выключить. Типа, все, парни, что там уже прошло? Просто закончилось. Да, в итоге 13-6, ну и вот уже 20-й раунд у нас сейчас будет на экранах, все-таки мейджор получает ВП на руки, но при этом играют без китов. С маки есть также не у всех, но хоть в флешек есть горсочка, которую можно будет использовать уже на постплент ситуацию. Ну, это самый ответственный раунд, по крайней мере, для Space Soldiers, потому что не хочется давать противнику матч-пойнты, ведь именно к этому все придется давать на проиграют. Мейджор, как раз-таки его отмечали, он включается сейчас, Сергея забрал, еще, кстати, второго красным оставил. Так, отходит, ну и здесь уже под прикрытием тиммейта работал, далее можно уже, в принципе, стянуться хоть на А, естественно, он не понимает, ну, не имеет никакой информации, что здесь продолжается давление под Б, что здесь не один игрок от целых три. Так, флешка на болото, и врыв есть от паза, еще меня спали к себе, но немножко растеряли здесь хау в этом моменте. И все равно, кстати говоря, оставляют занимать болото, остается. Да, но вот при этом интересно, как отыгрывает Отто, он... Подожди, еще одна флешка, давайте еще одну флешку от паза, полетел паз, и минус два. Как ты думаешь, они будут третий раз это пробовать? Я не знаю. Или же получается четвертый, если учитывать, что там энтри будут сделаться ВП. Да, но тут такой вопрос тоже. Ну, они уже заняли болото там просто, сидят, ждут. Отто, который вышел под А, погиб там, это седьмой для Space Soldiers, и они еще могут выйти на равный счет. А дальше уже можно и за карту побороться. В теории, да, на бумаге можно, если, конечно, хау сейчас, ну, не знаю, не продемонстрируют какой-то быстрый раунд, потому что уж сильно мы знаем эту команду, что она любит медленно играть. А что стоит Space Soldiers принимать медленно? Хотя на карте The Cash это, в принципе, стало для них проблемой. Так, Сергей. Откидывает Моутов в Вандере. Нет, здесь никого абсолютно, кстати говоря. Вот, опять же, хау играет. Очень похоже на то, как играли Space Soldiers, да? То есть, они еще даже не вышли под фонтан вот только сейчас. Только к минуте они уже будут занимать позиции возле шариков. На шариках они будут где-то уже на 50-й, 40-й секунде. Групповое поднятие под лестницей какое-то происходило сейчас у хау. Ну, когда у тебя друг не может, нужно его поднять вручную. Так, с арта. Пока что здесь... Ну, ждет какой-то аркады. Опять же, люркеры здесь хау оставляют возле Б-планта на закрытие аркады. Но вот Space Soldiers вообще никуда не лезут. Ну, у них просто счет им не позволяет наглеть, в свою очередь. Хотя мы привыкли видеть довольно-таки наглых Space Soldiers. Так, смачок залетает с лонга, чтобы здесь не было информации у Энжина, чтобы не мог отстрелить ребят, которые будут давать раскидки, подходить к этому смачку поближе и вываливаться, возможно, из него под флешки. А вот в центре карты, скажем, на банане или в туалетах Сантарес может уже понаглеть немножко под флешку, под какой-то тиммейта пикнуть. Как мы уже видели, подобные действия только под Б. Ну, вот пока не рискует. Так, ну вот позиция, кстати говоря, сейчас как раз-таки к Сантаресу все-таки при фаером забирали Space Soldiers. Сергей здесь, я не ошибаюсь, или Алексей Бизис тоже стоял. Сантарес таймит такой ловит, но прикрывал своего тиммейта здесь к Сарте. И в итоге еще и выкурит основные позиции в точке А. Так, пас. Пас должен будет открываться в первую очередь, точнее, ждать открытия слонга. Но вот Энджин будет уже прикрывать Смита выходящих игроков. Хороший спрей. В итоге минус 2, минус 3. И 2 в 2 остаются, ребята. Спина, это время, 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 время. Все-таки поставят бомбу. Успели поставить бомбу. Мейджор 1, мейджор. Ну, в очень сложной ситуации. АВП, мало ХП. И в итоге минусом, прострелом его добирают. И это раунд для Хаву. Хаву вновь впереди. 14-7, двукратное преимущество. И вот, опять же, нет денег у Space Soldiers. Началось-то, как все хорошо. Здесь пас дабл оформил. И в конце это могло закончиться тоже хорошо, если бы только пули долетели до соперника, который бомбу ставил. Ну и сейчас АВП есть. У паса на этот раз. Вот АВП, знаешь, такое вот. Уже у всех по рукам прошлось. У кого только не побывало в команде Space Soldiers. 2 фамаса, 2 юмпа. Кстати, Константар с ним не играют. Сегодня не было, да. Вчера было. Да? Да. Энжин. Есть в дому небольшая расщельна. Мог бы и воспользоваться, но не решается. Там просто отступать никогда в чем проблема. Тиммейта нет под прикрытиями, разменять не получится. И Space Soldiers где-то буст отсуществует. А, да, с точки Б, скорее всего, буст. Ну и вот Энжин здесь в такой позиции, что если он здесь не делает несколько фрагов, то она не отступится. Да, если он здесь погибнет, то вообще точку А могут прорвать довольно стремительно быстро. Энжин уже увидел здесь большое скопление соперников. Слышка в своем тиммейте в коннектор. Просто вот он так смело уходит под лонг даже. Там же мог быть сейчас игрок, и его могли бы отстрелить. Сейчас это и происходит, и... Да, он погиб. Тут... Ну, ладно. Костендарес отрабатывает Сергея в коннекторе. 4 в 4, но при этом еще и забрали Xarte здесь возле моста. При этом, кстати, бомба, и вообще вся троица, оставшаяся в живых от финнов, продвигается по длине, а по ней информации нету. И пас сейчас, конечно, из дыма, скорее всего, вы... А дым-то? А дым-то? А дым-то? А дым-то сегодня придет? Нет, пас дабл-кил одним патроном оформляет. Дым вообще на машину полтоли, это... Ну, скорее всего, просто неаккуратно откинутый смог. Ну, да. Да, да. Определенно. И вот этот дабл зарешал в итоге в раунде. Все, 8 раундов за Space Soldiers. Опять же, минус экономика для Хаву. Экономический раунд. Дальше выход на девайсы. И будем продолжать смотреть эту замечательную Бейстов-3 встречу. На Алексибиссе позволит закупить второй армор. Пару гранады, Desert Eagle. И тем не менее, все-таки... Ну, да, с пистолетом здесь мало что можно придумать, хотя в теории Хаву могут. Хаву могут, да. Тот же Сергей уже не раз доказывал. Кстати говоря, вот не решился покупать Дигу, хотя деньги в принципе были на него. Да и Алексиби мог дропнуть, там у него 4, по-моему, тысячи было. Но Алексиби может быть все-таки... Хотя нет. АВП отонду. Черт его знает. Что там у них в планах, непонятно. Действительно, нельзя залечь в голову игроку и вдруг понять, на что же все-таки идет расчет. Здесь разбираются уже с Алексиби. У него было три гранаты, второй армор и Desert Eagle. И ничего из этого он не использовал. Ну, фейс-чек. Инфу дал тиммейтам. Развел на пули. Если бы это был бы Counter-Strike 1.6, и пули бы играли бы хотя бы какую-то экономическую роль, тогда бы да, а так. В итоге, к сожалению, это вообще ни на что не повлияет совершенно. Вчера Space Soldiers совершили невероятный камбэк. На карте The Cache со счета 11-0 они вернулись во встречу и закончили ее победой. Здесь они могут вернуться. Разница в пять раундов. Действительно, здесь не шибко далеко-то ушли Хаву. Но при этом Хаву могут забрать пятнадцатый. Space Soldiers buy будет, и Space Soldiers могут дойти до овертаймов. Слепой пас. Слепой пас никого не заметил, но тем не менее сейчас репикает, и вот тут уже мог кто-нибудь отдаться. Но решили играть более сейвово. Ушли в андеграунд, ну и, соответственно, отсюда можно будет отыгрывать. И меняют позиции Space Soldiers, уходят уже в более глухую закрытую защиту. И только вот, ну, на минуте вот начнут действовать здесь, конечно же, Хаву. Попытка пройти через подвоз бомбы, причем, что самое интересное. Но, в принципе, и спортивников здесь никого нету. Только на прочейке здесь Мейджин на пропрыжке играет. Также банан отпустили фактически уже. Там, видимо, только Энджин стоит возле туалета. Вот отличие Хаву от Space Soldiers вот именно в атаке, что Space Soldiers, когда вот шли подобными раундами, они оставляли бомбу на респе, а потом за ней бежали. Хаву же ее тащит с собой. Да, она может выпасть, но за ней зато не придется бежать так далеко. Да, это огромный плюс. Причем, кстати говоря, сделали фраг по точке Б, туда перетяжка сейчас уже последовала. Некоторые игроки на девятке один, второй здесь возле монстра. И при этом растягивают очень сильную оборону. Но выйдут там в точку А, если выйдут в точку А, там будут огромные проблемы. Сейчас выход из дыма просто. Оксарте на ноге решил вылезти. И Каликс, конечно, остался красный, но тем не менее, все-таки погиб там Оксарте. Да, здесь пошли уже Грантана, дает расклад Энджин, что, скорее всего, сейчас продавят. И он начинал стрелять, но его моментально угомонили. Здесь Хаву уже вышла на установку бомбы, и дальше на удержание плента должны играть. А все в дымах. Пока что не выйти, придется здесь немножко потерять времени команде Space Soldiers. Ладжик, конечно, есть, под которым смогут ворваться Каликс, причем еще и СП не сможет неплохо так сработать, но там Сергей, по идее, смотрит. Да, его здесь могут просто не выпустить на подобные действия. Опа, Сергей забрал, но там уже и второй тиммейт, в принципе, переключился. За 10 длин, но забрать не удалось. Ну и все, пас посреди с АВП, это сейв. Это сейв, деньги у Space Soldiers будут на следующий раунд, но он может оказаться последним. Да, в том-то и дело, что тут дело даже не в бае, а именно в контроле карты и в том, кто же первый ошибется. Ну и в большинстве раундов первыми ошибались Space Soldiers. Да, но пас, конечно, за сейвит, там до него не дойдет соперник, безусловно. Останется при своем АВП. 9.15. Да, сколько получается? 6 маппоинтов в распоряжении у Хаву, могут воспользоваться ими как угодно, тянуть с выигрышем на этой карте могут, а могут и закрыть быстро. Ну, тут, на самом деле, я думаю, они хотят, безусловно, быстрой победы уже в конце-то концов, потому что дошли до 15-го раунда и хотят уже выйти в плей-офф с этой группы, с группы С. И теперь уже пока что... Ну, да, благо у Space Soldiers есть деньги, есть бай, так что в целом они... Ага, кстати, вот ты говорил про Хауту, что бомбу не дропают, сейчас они решили ее выкидать на спауне. Ну, я думаю, здесь просто будет какое-то действие под Б, и они должны уходить, потому что, ну... Времени еще много, да, для того, чтобы ее взять, когда там на 30-й секунде у Space Soldiers на респе бомба лежала. Вот это был вопрос. Ну, и вот там, думаю, сперетянется, в принципе, если не найдет... Не поймать никого на аркаде, но Space Soldiers вообще сейчас никоим образом не подставляются. Очень закрыто играют. Да, укрепление монстра, здесь еще мейджор работает на две позиции, на самом деле, это может стать проблемой. Еще и смог такой положили, как будто бы хотят, чтобы Каликс в него пикнул, чтобы Каликс подумал, ой, сейчас на краю смока можно сыграть, а его там уже ждут. Но, нет, уходят Хаву вообще с этих позиций, подбирается бомба, и, судя по всему, выдвигается куда-то под... А, где два игрока стоят на банане? Алекси Би увидел голову, забрал мейджора. Минус игрок команды Space Soldiers сейчас, это серьезный плюс, потому что здесь кинет молот в девятку, раскидает немножко гранаты и стянет свое внимание, по крайней мере, игроков в дефенсе. Они опять растянутся 2-2 по плентам. Да, а такую вот оборону скрывать пятером одно удовольствие, даже с разменами ты выходишь, ты всегда в большинстве, в абсолютно любом раскладе. Пошел прокид, тут здесь по энджину, еще и ходишка попадает неплохая, я думаю, он подумал, что его здесь нашли, но это дабл фейки, они возвращаются на Б, а там погиб вот-то. Каликс, Каликс, Каликс уже на воде, Каликс бежит с ножом в руке, Каликс на подъеме, забирает бомбкерри. Дальше пошли размены уже, в принципе, максимум пытался здесь сделать Каликс, но лишь на один фраг. Так, время, бомба устанавливается, здесь Сантарес, нет, уже Энджин открывается неплохо по Керну, батит на себя внимание, чтобы Сантарес вместе с тиммейтом смогли сыграть, пас не дал, не смог разменять тиммейта, и в итоге он один в два, нужна только невероятная стрельба от него. 9-15, и сейчас может быть 9-16. Но тут внизу противник, вот что неприятно, и он может мансить там как угодно, оказаться где угодно, пас промахивается и погибает. 16-9 на оверпассе, Хаву выигрывает у Space Soldiers. Браво, браво, мало кто, ну не то чтобы прям совсем мало кто, но немногие верили именно в эту победу. Тем не менее, вот мы имеем, что имеем. Хаву в очередной раз доказывает, что они конкурентоспособная команда. Да, какие коэффициенты сегодня были просто жуть вообще в лайве, и не только перед матчем. Там коэффициент 4, ну не 4, там 3 и... Ну, 1-2-5, по-моему, был на Space Soldiers, соответственно, где-то в районе тройки был на их соперников. И они выиграли. Эти люди просто сейчас счастливы, а фанат Space Soldiers расстроены. Да и я в целом расстроен этой игрой, потому что солдат вообще не узнать. Да, да. Тех солдат, которых мы знали, не узнать, но мы их еще увидим в будущем. Так что, дорогие друзья, не отчаивайтесь. Лишний повод подписаться на наш канал. Здесь ведут замечательные турниры, вроде WSE. И абсолютно все квалификации мы проводим здесь, так что не упускайте какие-то турниры, не упускайте другие матчи этого турнира. Нажмите на сердечко и будете получать уведомления. Да, ну а ставки на все киберспортивные дисциплины, практически что существует, вы можете сделать на сайте MakeMyBet, потому что там аж их 18 штук. Огромное количество внутриигровых событий, на которые вы можете поставить, а также по промокоду UCC получите 7 евро на свой счет. А если вы размышляете, где же все-таки делать ставки скинами, заходите на ksysport.com, там этими скинами можно будет еще и обменяться. Так что собирайте весь хлам из инвентаря, заливайте туда и смело делайте ставки. Но будем уходить на перерыв? Да, на большой крупный перерыв. В 11 часов ожидает нас вторая встреча этой группы. KingWin против Vanguard там будет сражаться, так что там будет довольно-таки интересно. Обязательно приходите посмотреть, поболеть за ту или иную команду. В принципе, я думаю, больших в Vanguard здесь побольше. Особенно после матча, который они провели вчера против.